Участник проекта Точки роста у нас в гостях Наталья Валентиновна Альбертова, директор компании Мила Мода, выпускающая одежду под брендом Кросс Спорт. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте сразу начнем о том, как вы начинали. Почему вообще именно спортивная одежда? Ну, начинали мы, конечно, не со спортивной одеждой. А, начинали нет. Так интересно. Это было середина 90-х годов, и как всех нас коснулось просто выживание в тех условиях. Шили мы тогда кожаные шапочки, головные уборы. Затем постепенно они стали просто выходить из моды. Смотрим, что это уходит все в прошлое. Нужно было на что-то переориентироваться. В моду стал входить здоровый образ жизни. Поэтому решили пойти на спортивную одежду. И, как думаю, что, наверное, мы были правы. Сейчас мы в этом году зарегистрировали официально нашу марку. То есть наш бренд теперь «Кросспорт» зарегистрирован официально. Здорово. Это получается, сколько вы лет уже этим занимаетесь? Одежду мы шьем спортивную практически где-то лет шесть. Есть какой-то у вас, ну, скажем, особенности, чем вы отличаетесь, скажем, от другой спортивной одежды? Так, чем мы отличаемся? Ну, сейчас мы действительно стали отличаться, потому что мы приобрели последнее, значит, оборудование для широкоформатной сублимационной печати, которое мы можем печатать даже в крое и выпускать огромные, большие объемы. То есть это оборудование у нас пока у единственных за Уралом. Именно что печать в крое. Поэтому наши костюмы теперь становятся все более яркие, красочные. Это одежда для фитнеса. Ну, и занимаемся еще экипировкой команд. Это и волейбол, футбол, американский футбол и так далее. То есть кто что закажет и попросит. В чем были трудности, когда вы только-только начинали? Ой, ну, трудностей как бы всегда хватало. Когда мы переориентировались, например, с головных уборок, это нужно было обновить полностью весь наш парк машин. Технику. Полностью, все оборудование и так далее. Это совершенно другие технологии. То есть спортивные технологии, они не такие легкие. Это специальные ткани, специальные нитки, специальное оборудование. То есть там совершенно все другое. Людей переучивать опять-таки, да? Или менять? Да, частично людей пришлось переучивать. Кто не захотел, тех поменяли. Большой штат? Ну, на сегодняшний день где-то 25 человек получается. А начиналось? Ну, начиналось. Начиналось практически, как все начинают, с нуля. Один человек, два человека, да? Класс. Мне нравятся такие истории. Ну, нет, это здорово, действительно, когда все сам, с самого начала. Вы сами занимаетесь спортом, вас можно назвать спортивным человеком? Ну, в настоящее время, наверное, я больше болельщик уже. Но было когда-то в вашей жизни. Ну, естественно, конечно, когда-то было. Когда вы разрабатываете какие-то модели, вы на что ориентируетесь? Мы ориентируемся на спортсменов. Нам очень нравится работать с профессиональными спортсменами, потому что народ достаточно придирчив к своей одежде. Копаются. Ну, и благодаря им мы учимся. Поэтому стараемся подогнать по всей их интересе. А к чему придираются, мне интересно, спортсмены? Что им? Особые требования какие-то? Особые требования? Ну, разные спортсмены, это и совершенно разная одежда. Знаете, вот приходят, например, борцы, да? Они там любят одежду в обтяжечку, чтобы подчеркнуть все свои фигуры, мышцы, значит, там, ну... И приходят, например, футболисты. Им наоборот надо шарить, пошире. Да, они такая более свободная уже, комфортная одежда. То есть совершенно по-разному мы подстраиваемся. То есть спортсмены принимают участие в создании одежды? Конечно. Я не правильно понял? Конечно принимают. С ними это все обсуждаем. Стараемся больше работать с ними, потому что вот последние наши разработки это для американского футбола. То есть это совершенно новая для нас была форма. И ее тоже не так много производителей в стране выпускают. То есть там мы практически очень долго товарялись, эту форму подделывали. А чем она отличается? Ну, у них же там щитки, которые туда подставляются. То есть она там должна быть очень сильной в обтяжку. Она больше размеров, да? Она не то, что больше, она наоборот очень сильно. Она у них прямо прилегающая, чтобы невозможно было схватить. Но при этом, чтобы щитки туда были помещены. Это ткани очень эластичные, да, такие. Ну, своеобразная такая форма. Верх у них широкий, плечи широкие. То есть здесь вниз весь в обтяжечку. Давайте сделаем небольшую паузу на рекламу и потом продолжим разговор. У нас в гостях, напомню, Наталья Валентиновна Альбертова, директор компании «Миломода», выпускающая одежду по брендам «Кроссспорт». Кстати, кто придумал название? Ну, знаете, как-то так само пришло в голову. Думали-думали. То есть придумывали откуда-то, достали это слово «кросс». Потом вокруг него ходили, 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 ходили. И, ну, совершенно просто сделали «Кроссспорт», для того, чтобы потом было, так сказать, на слуху было понятно, про что и как. Потому что бывает такой бренд с названием, и ты его не можешь определить, про что. А что они выпускают. Да, поэтому решили проще, лучше. Что для вас участие в этом проекте «Точки роста»? Что для вас участие? Что вы ждете от него? Ну, во-первых, так как мы бренд зарегистрировали уже официально, естественно, это и самореклама, в первую очередь. Ну, дальше. Ну, наверное, это какие-то наши новые клиенты, которые нас узнают, услышат и придут к нам. То есть это тоже хорошо. Ну, вообще, более такая, выход на более широкую аудиторию уже. Ну, и, наверное, хотелось бы победить в какой-нибудь номинации. Естественно. Получить какие-то хорошие подарки. От этого никто не откажется. Да-да. Какие планы у бренда «Кроссспорт»? Вы наверняка уже на будущее что-то наметили. Ну, конечно. Как развиваться хотите уже, да? Естественно. В настоящее время нам нужно повысить свой товарооборот. Выйти на более широкую аудиторию. То есть это для нас очень важно сейчас. Ну, вот в настоящее время мы как раз этим и занимаемся. То есть начинаем пиарить свой «Кроссспорт». Для этого создаем новую, обновляем свою команду, с которой можно было бы работать и продолжать развиваться именно в этом направлении. Ну, так. Ассортимент расширяется? Ассортимент у нас всегда расширяется, да. То есть ассортимент – это очень важно. Потому что сейчас рынок уже насыщен. И каждый раз нужно чем-то удивлять. Поэтому тут тоже работаем в этом направлении. Стараемся что-то новенькое придумать. Откуда идеи черпаете? Идеи из жизни. Из жизни? Да, то есть идеи из жизни. Если мы смотрим, что сегодня входит в моду, то стараемся и культивировать. То есть к своей одежде уже приближаем. У вас только одежда? Обуви нет? Вы знаете, пока нет, да? Но думайте об этом. Ну, вообще, если говорить уж совсем о каких-то там дальних перспективах, я так думаю, что, естественно, что если это наш бренд, мы должны там уже думать уже и, например, о сумках, обуви и так далее. Ну, полное укомплектование, скажем так, да? Пришел спортсмен и от шапочки резиновые до сандаликов все приобрел. Хотелось бы, чтобы, допустим, наши спортсмены на Олимпиадах выступали не в Адидасах в Найке, а в российских брендах, потому что, знаете, так... Поддержим отечественного производителя. Да, смешно, когда они на Олимпиаде бегут, а у них там, знаете, на форме Адидас и Найк вроде как выступают за Россию, но все одеты в Адидасе и Найке. То есть, мне кажется, нужно тут самое главное приучить сейчас нашего потребителя все-таки к российскому товару, потому что у нас сейчас очень много ходит еще других спортсменов, которые приходят, например, и говорят, вот вы знаете, вот вы нам сделаете вот одежду там, то-то, 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 и вот здесь вот мне Найк поставьте. Да ладно? Вы знаете, так обидно, приходится отказывать, ну, люди такие обиженные уходят. Вот сделайте где-то, вот Адидас и Найк. Интересно. Ну, вот вы понимаете, то есть, получается, это будут шить наши ручки, наши девочки, значит, да, то есть это производство всей России, почему мы должны стоять туда Адидас и Найк? Ну, как бы уже не говоря о том, что это вообще-то незаконно. Ну, мало того, что незаконно, это самое главное, что... Это еще и обидно. Поэтому я думаю, что и наши спортсмены, они должны постепенно просто переодеться в российскую форму. Ну, амбициозная у вас задача, действительно, мы вам желаем успеха в ее реализации. Если говорить о работе, чем вы любите заниматься в свободное время? Какие у вас увлечения? Ну, в свободное время я вообще люблю читать. Что любите читать? Ну, заниматься, так сказать, саморазвитием. Последнее время я читаю Джуди Спенза. Это работа с подсознанием. Вот зачем ты спросила, Эмилия? Не надо было, да? Простите, я просто еще не настолько работаю с подсознанием, чтобы догадываться. Читаю книжки из Еландо, трансерфит, в реальности. Ну, то есть, вот так примерно. Ну, это интересная литература для некоторых. А картошечку не копаете, нет? Вот, вы знаете, картошечку уже копать бросили много лет назад. Да, у нас одно время в семье тоже мы садили картошку. И каждый год мы ее ездили копать, вы не представляете, в горной. Но это была прихоть нашего дедушки. Ну, и вот мы просто шли у него на поводу. И каждый год мы ему в конце подсчитывали убытки от этой картошки. То есть, поехать посадить, потом ее поехать окучить. Потом ее нужно было вывезти за эти 70 километров. В общем, кое-как мы его отговорили от этого. И слава богу, теперь он сам рад. Мы почему спросили, чтобы слушатели понимали, да, у нас сегодня тема опроса, да, что запасаетесь вы картофелем или нет. Вот мы, Наталья Валентиновна, решили тоже об этом спросить. Ну что, хочется пожелать, чтобы участие в этом проекте издательского дома «Советская Сибирь. Точки Роста» действительно принесло плоды, чтобы вы остались довольны. И победы, конечно же, вам желаем. Спасибо вам большое. Это еще не все. Наталья Валентиновна, просим вас, как и всех наших гостей, рассказать нам какой-нибудь забавный случай, историю из жизни. Историю из жизни? Ну, была у меня тоже такая история. Ее можно было прямо, знаете, тут на комедии «Вумен». И я думаю, что этот ролик бы пользовался успехом. Это было тогда, когда я поменяла машину. У меня до этого была машина, значит, в общем, мы купили с вариатором. И нужно было ставить ее уже не на парковку, а надо было на ручник ставить. И вот я выехала первые два дня, и выпал снег. И вот я подъезжаю, значит, пока я там ходила, заходила в одну ферму, выхожу, снег, ну, наверное, сантиметров, знаете, 5-7. Я не могу струнуться с места. Я туда-сюда застряла и думаю, господи, ну, какая ерунда, что за гадость эта машина. Я вышла, взяла лопатку. И давай ее вскрипать. Опять сушить машину, значит, опять машина не едет. Потом какой-то мужчина подходит ко мне и говорит, а ручник снять не пробовала. Это очень распространенная ситуация среди нас, среди женщин. Мы такое любим, да. Ну, сейчас, слава богу, закончилось все хорошо. Ну, да. Мужчина вовремя подоспел на помощь. Настоящий джентльмен. Чтобы еще долго пыталась. Мы бы перерыли всю парковку, наверное, снег убрали бы. У нас в гостях, напомню, была участник проекта издательского дома «Савянская Сибирь.Роста» Наталья Валентиновна Альбертова, директор компании «Мила Мода», выпускающая одежду по брендам «Коросспорт». Спасибо еще раз большое вам за участие в нашей программе. И успехов. И вам спасибо. Спасибо.